17 тысяч человек, именно столько жителей края, наблюдаются у психиатра. Кстати, ежегодно Алтайский край в числе лидеров по уровню расстройств среди других регионов. Врачи говорят, просто у нас чаще выявляют болезнь. И надо сказать, что пандемия, страх за свое здоровье и будущее прибавили работы психиатрам. Все мы с вами пребываем, я не побоюсь этого слова, на самом деле, наверное, все, в стрессовой ситуации с учетом пандемии. Могу сказать, что у нас увеличилось количество обращений на горячую линию, на наш круглосуточный телефон доверия. Большие слова благодарности в последние дни говорят нашим специалистам, потому что, говорят, невозможно никуда дозвониться. Зачастую в последнее время телефоны заняты, везде какой-то вот обвал идет, а, говорят, вы единственный номер, который сняли, успокоили. Где-то вот с эмоциональным напряжением, например, что не могут дозвониться, что боятся не получить помощи. И наши специалисты их успокаивают, да, какой-то план, так скажем, с ними вместе составляет, как, можно и куда, и в какое время обратиться. Если специалист понимает, что консультации по телефону не обойтись, то прибегает к неотложной помощи. Кризисных пациентов, по словам врачей, будут принимать, даже если в регионе вновь остановят плановую медицинскую помощь. Также по горячей линии можно будет решить проблему с выпиской рецепта на препарат. А вообще, чтобы не доводить до такого, говорят специалисты, найдите для себя формулу расслабления. Формируйте свой личный водопад. Водопад свой, это что это значит? Это вот так вот. Вы дома приходите, у вас свободная есть минутка. Вы глаза закрываете и представляете себе водопад. Каждый день, по полчаса уделяете этому практике, да, добавляете разнообразные детали. Где-то травочка, какая у вас будет травочка, какие камушки. Так, например, можно принять как данность строгого начальника и выставить психологическую защиту. И идя на разговор с таким начальником, и когда он у вас начинает свой поток вот этот вот изливать, вы просто включаете водопад и наблюдаете, как вода шумит и все. Вам на этот начальник нужен постольку, поскольку это способ, вернее, один из предметов, благодаря которым вы зарабатываете деньги. Все. Что касается массовой паники вокруг пандемии, единственное, чем мы действительно можем сейчас себе помочь, это носить маски, соблюдать дистанцию и укреплять иммунитет. А главное, в случае чего, обращаться к психиатру это не стыдно. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. День с толком.